Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые слушатели. Меня зовут Ирназар Факмал Азбулач, я доцент кафедры факультетской госпитальной хирургии номер один Ташкентской медицинской академии. Сегодня мы с вами будем разговаривать о портальной гипертензии, о хирургических аспектах. Что такое портальная гипертензия? Портальная гипертензия – это патологическое состояние, обусловленное повышением давления в системе воротной вены свыше 200 мм водного столба, что связано с наличием препятствия кровотоку в разных уровнях абдоминальной венозной системы. То есть, если в норме портальное вене давление равняется 80-150 мм водного столба, то портальная гипертензия, мы говорим тогда, когда давление повышается свыше 200 мм водного столба. И типически есть клинические синдромы портальной гипертензии, это увеличение селезенки, варикозное расширение вен пищевода и желудка, осложненное кровотечением, асцит и геморроз. Конечно, по отдельности мы каждое из синдромов будем разбирать в следующих слайдах. Будем разбираться. Но, конечно, изучая любую патологию, нужно вспомнить анатомию. Воротная вена образуется основным тремя венами. Соединение трех вен – это телезеночная вена, верхняя брюжеечная и нижняя брюжеечная вена. В совокупности образуют воротную вену. Мелкие вены тоже, конечно, попадают. Это левая желудочная вена, пупочная вена. Образуют воротную вену. По воротной вене кровоток идет к печени. Кроме того, кровоснабжение печени осуществляется за счет артерии. В печени идет почти 75-80% кровоток крови по портальной вене. И 15-20% крови – это по печеночной артерии кровоснабжается печень. И выходит кровь, то есть венозная кровь выходит из печени через собственные печеночные вены. Их количество, их обычно бывает 3. 3 вены. Вот такое состояние гемодинамика печеночного кровотока. Кроме этого, имеются портоковальные анастомозы в норме, образующиеся анастомозом между веной порта и ковальной системой. Это самый главный портоковальный анастомоз, который мы будем много останавливаться на этом. Это эзофагогастральный анастомоз или пищеводно-желудочный анастомоз. Это следующее – это передние, по передней поверхности брусной стенки, пупочные анастомозы. Дальше идут у нас прямо кишечные анастомозы, кишечные анастомозы. Здесь нет и на картинке, есть еще забрюшинные анастомозы, портоковальные анастомозы. И в норме они бывают у всех. И при повышении давления в портальной вене вот эти портоковальные анастомозы начинают больше функционировать. И в этой области, именно в этой области, эзофагогастральный анастомоз нам очень важен, в этой области появляется варикозное расширение вен пищевода и желудка, которые в течение заболевания приводят к расширению и кровотечению из этих объектов. Классификация портальной гипертензии. В зависимости от локализации блока венозного кровотока, портальная гипертензия делится на четыре вида, четыре формы. Это надпеченочная форма, внутрепеченочная форма, внепеченочная форма и внешняя форма портальной гипертензии. Ну, каждую из них мы рассмотрим по отдельности. Надпеченочный блок или надпеченочная форма портальной гипертензии. Значит, в основном это два заболевания приводят к надпеченочному блоку. Это болезнь Киари и синдром Бадзи Киари. Болезнь Киари – это облитерирующий эндофлебит вен печени, собственных вен печени. Вот, впервые это немецкий патологонатом описал, австрийский патологонатом описал это заболевание, и до сих пор оно называется болезнью Киари. Кроме этого, надпеченочный блок приводит синдром Бадзи Киари. Это восходящий тромбофлебит, тромбоз нижней полу вены и, значит, все последующие облитерации устьев печеночных вен. То есть проблема вот в этой зоне бывает. Обычно это наблюдается у женщин. Конечно, редкое заболевание, но больше болеют женщины. связано это с тем, что женщины принимают контрацептивные препараты или же криминальные аборты, инфицирование. Тромбоз вен малого таза приводит к восходящему тромбофлебит вену в последующем облитерации устьев печеночных вен. Внутрепеченочный блок, конечно, вот больше мы будем разговаривать в таком виде блоке, то есть в основном внутрепеченочный блок – это проблема, значит, в печени, это цирроз печени, кроме этого приводит к внутрепеченочному блоку опухоли, паразитарные болезни печени, врожденный фиброз печени. Следующий – это внепеченочный блок. Проблема, или же экстраепатик-блокс, то есть проблема больше в структуре, под печеночной структуре. Это тромбоз воротной вены, аномалии развития воротной вены, отрезии, клапаны воротной вены, также воспалительные или же опухолевые заболевания поджелудочной железы. В этой зоне располагается поджелудочная железа, и проблема поджелудочной железы приводит к блоку внепеченочному блоку или уже под печеночному блоку. И следующее – это смешанная форма блока, при котором сочетается цирроз печени с тромбозом портальной вены. Ну, патогенез заболевания, конечно, ясен – это блок генозной системы, портальной генозной системы, повышается давление в портальной вене и, соответственно, это давление приводит к расширению портоковальных анастомозов. Конечно, в норме они мало пенсионерки. Высокое давление в этих анастомозах приводит к расширению именно вот на сочетании системы. Ухаживая застраивание. Анастомоз – расширению вен в этих областях. Овейные они бесконечные, слабые, вычисленные, волокненные. Это и еще что-то, превосходное и как сочетание, что в принципе на сочетании. Возможно, когда поедем сочетанием, то внести, кто-то сочетание в месте. Орден на бонус. Орден на бонус. Возможно. Патогенез и клиника связаны с синдромом селезенки, варикозное расширение венки с кровотечением, ацетия, геморрой, то есть это все типические клинические синдромы. Увеличение селезенки развивается за счет нарушения оттока крови селезенки и в соответствии с гиперспленизм, который проявляет пени, лейкопени и анемию. Увеличение селезенки связаны с портальной гипертензией, застойным в углах крови с повышением давления в эту область. Варикозное расширение венки с кровотечением это вот область эзофагогастральная область, здесь имеются анастомозы. При повышении давления портальной вены эти анастомозы, они начинают функционировать больше, и при этом возникает расширение вен. Обычно эти препятствия по литературным данным описывают, и эти проблемы происходят в коммуникантных венах. Получается давление в этой области, и малейшая физическая нагрузка пациента или же после еды, или же чихание, кашель, или же грубая, нехорошо разжеванная пища приводит к механическому воздействию на слизистую оболочку, из пищевода или же желудка. Сыт также является основным клиническим синдромом заболевания. Сыт вначале регрессирует после консервативной терапии. Сыт развивается за счет блока оттока крови из печени. При этом в начале консервативной терапии распираются лимфо-генозные анастомозы, проинцаемость лимфатических сосудов, но в дальнейшем оттуда по лимфатическим сосудам он не успевает из-за большого давления и приводит к появлению астетической жидкости во брусской полностью. Гипоальбуминомия это означает причинам астита, так как после обильного кровотечения у больных потери крови, соответственно потери альбумина быстро развивается астит, и естественно после консервативной терапии альбумина этот астит регрессирует. Гиперальбистеронизм альбистерон регулирует обмен воды и натрия, гиперальбистеронизм происходит за счет стресса организма, а также альбистерон повышается за счет расщепления его в печени, то есть гиперальбистерон альбистерон 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 гиперальбистерон диагностика клиническое обследование жалобы больного процент жалобы в печени портале гиперальбистерон быстро утромляемых головной боли санливость боль в области печени или селезенки это при гепатомигалии спленомигалии в гиперальбистерон и альбистерон Появление геморрои, кровотечения из геморроидальных углов. Кровотечение во все время геморроидного тракта основная проблема данной патологии. При кровотечении может быть алой кровью, кровяными сгустками, обильные, может быть, в дальнейшем, значит, черный лягтеобразный стул также является основной шагом данной категории. При отнутри мы можем увидеть свежение массы тела, т.е. массы – это мельчинная живота, с проявлением похудания – сухая кожа, звененистая мактенка, сосудистые паучки или звездочки у пациента, вы можете увидеть, такое состояние целосложения пациента. и при осмотре, обязательно при разговоре, обязательно при осмотре он определяется. Вот, к сожалению, оттенок, сухая кожа, звездочки, паучки, это критерий. В основном именно при осмотре он определяется. Сильного поражения в печени уже, папы, медузы, т.е. увеличение динозного рисунка на передней брюшевке. Вот остыд, как мы называем, в изоостатическом карте. Вот, гепатокартальная инфекционная карте мы определяем при осмотре, при контакте с больным, имеет четыре степени. Это сонливость первой степени, мервного выражения нарушения, флиптинг синдром, т.е. соображение пальцев, кисти, рук. И все это при сохранении ориентировки вместе и времени. Третья степень, мервного контакта, невозможного выражения нарушения нарушениях. И все это при так esperando, многие динозạки отдувают кисти или имеют неадекватную форму. Кроме определения цике, обязательно мы должны учитывать функцию определить, оценить функцию печени это нам дает возможность определить тактику лечения мы на этом будем останавливаться при определении функции печени используется широко используется child pew при этом 3 класса а, b, c класса это компенсации функционирования компенсации определяется суммированием баллов баллы суммируются от 5 критерия это если ацет цепь муниципалопатии о котором мы уже говорили уровень деморубина, альбамина альбамина полном альбамина альбамина индекса вот эти 5 критерий суммируются суммирующие цепочки вычисляют как цепь и цепи и цепи цепи не изменили тех муниципалет на можем увидеть уменьшение размера течения при вирусом гепатите если пациент болел вирусом гепатите И, наоборот, увеличение разрядов сухи, а также мы определяем, да, при этом перейдем к нам, он сам по себе приводит к кровоточивости, например, кровоточивость косни, оха, матча кровотечения. Ну, остык мы уже поговорили, остык перерекометит, в смысле, это, например, функции, высоте у меня, выписку после, да, и штатель, значит, информацию, пунктируют перерекометры, что в большинстве случаев люди будут. Так, мы можем определить реактивные прибыли, В большинстве случаев за счет инфаркта селезенки. Мы можем увидеть высокий гемоглобин, но в последующем после кровотечения, если у пациента развивается, или же когда уже развивается гипертония, приводит к анемии. После лабораторных исследований, конечно, мы приезжаем к инструментальной диагностике. Основной метод инструментальной диагностики при портальной гипертензии это эндоскопия, гастроэзофага, гастроскопия и ультразвуковое исследование. При эндоскопии мы можем увидеть... Диаметр диаметром высоты будет 3 степень до 3 мм. Первая 3-4 мм. Значит... 3-5 мм это вторая степень. И более 5 мм это будет у нас третья степень расширения вариконных ген пищеводов. Зачем это надо? Значит, это надо для определения тактики лечения. Например, при первой-второй степени можем ограничиться, значит, мини-инвазивными методами лечения, то есть лигирование, склерозирование этих вен. При большом диаметре этих вен рекомендуется хирургическое оперативное вмешательство. Вот состояние, значит, вен под слизистые оболочки, они выкупы, да? Эндоскопические картины расширения вен пищеводов. Следующий метод это ультразвуковое исследование, печевое, ультразвуковое дуплексное исследование, вен вообще печени, да? При этом мы можем увидеть расширенную портальную вену, расширенную вортальную вену, объем портальной вены, наличие пломба, сметах, вынесение или дракон, вынесение на течение, стрельном мегалию, оттрамбурсарка, и вен вен. Кром, солнечное вене, кромп, можно увидеть нижние полы вене, да? Ультразвуковой метод исследования тоже, сам по себе, является важным инструментальным методом в руках хорошего специалиста, конечно. Следующий инструментальный метод это эндоваскулярные методы диагностики. Эндоваскулярные методы диагностики осуществляются в трех направлениях. Продолжение следует 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 в трех направлениях. имени академика Вахидова. И я думаю, в будущем эта операция будет широко применяться в лечении данной категории больных. Но на сегодняшний день почти все мероприятия, хирургические мероприятия, они направлены на принципиально на профилактику кровотечения из варикон на расширенных венпищеводов. Это, значит, три принципа. Это декомпрессия портальной системы, разорщивание портоковальных связей хирургическими путями и снижение портального давления медикаментозно. Медикаментозно снижается применением бета-блокаторов. Бета-блокаторы, они, значит, уменьшают агеновый выброс кровотока, называют градикардией. Естественно, портальное давление снижается на 20-30% после применения бета-блокаторов. Методы лечения можно разделить на пять видов. Это только консервативные методы, хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и смешанные. Конечно, больше используются смешанные. Консервативные методы мы много останавливаться не будем, но вкратце это, конечно, использование бета-блокаторов. Если есть кровотечение, это, значит, восполнение обиона циркулирующей крови, восполнение кровозамещающей терапии, противовирусной терапии, то есть симптоматической терапии. Больше мы будем останавливаться на хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных методах лечения. Но, говоря о лечении, вообще говоря о данной патологии, нельзя не остановиться, не сказать о личностях, то есть о школах, которые занимаются данной проблемой. Это школа Шалкат-Иврагинти академика Каримова, нашего учителя, который в течение многих лет наша кафедра занимается этой проблемой. и больше, значит, предпочтения дается, значит, у нас мини-инвазивным методом, то есть эндоваскулярным и эндоскопическим методом лечения данной проблемы. И вторая школа, это школа академика, также Вахидова, это грудная хирургия, которая больше, они делают шунтирующие операции, да, портаковальные шунтирующие операции, и вот я уже сказал, трансплантация печени впервые была выполнена именно в этой клинике тоже. Вот это две личности, две школы, которые именно внесли большой вклад в развитие портальной хирургии, развитие портальной, значит, лечения портальной гипертензии в Узбекистане. Вот частота возникновения и летальность кровотечения, конечно, при первичных кровотечениях максимум она достигает до 44%, а при вторичных или повторных кровотечениях летальность она может достигать до 90%. Прошу обратить внимание на эту схему, это тактика, которую вы, будущие, значит, медики, будущие врачи должны определить, должны, значит, использовать при осмотре, когда у вас будет пациент с портальной гипертензией, сожженных кровотечением из варикозно-расширенных вен пищеводов. То есть, что вы будете делать, что нужно делать? Обязательно эндоскопия, конечно же, определяем, значит, степень поражения вен пищевода, желудка, ставится зонт-апкуратор, соответственно, начинается инфузионная терапия, гемостатическая, терапия мы говорили, бета-блокаторы обязательно, оценка функционального состояния печени, это по ЧАЛДПУ мы говорили, то есть пять критерий, наличие асцита, цифры билирубина, альбумина, значит, протрамбинового индекса и проявление энцефалопатии нам дает оценку функционального состояния печени и, значит, мы помним, три состояния компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. При компенсации и субкомпенсарной стадии используем эндоскопическое лечение при неэффективности экстренной хирургической вмешательства, то есть прошивание вот этих вен, то есть вот эти операции мы сейчас будем на этих операциях постановить. При тяжелой степени печеночной недостаточности, то есть при декомпенсированной стадии зонтоптуратор и эндоскопическое лечение, то есть открытые операции, большие операции мы не делаем. Почему? Потому что риск, он высокий, чем ожидаемый результат. Поэтому состояние пациента при таких тяжелых состояниях не позволяет нам выполнить оперативную большая часть. Зонтоптуратор или же зонт Блэкмара. Вот выглядит он так. Это вот желудочный баллон, часть, пищеводная часть. Значит, вот в таком состоянии, рабочее состояние этого зонда вводится этот зонт через нос в распущенном состоянии баллоны должны быть. После введения баллона в желудок раздувается желудочная часть зонта, подтягивается и на высоте подтягивания значит, вдувается пищеводная часть этого зонта. И вот область кровотечения, да, в большинстве случаев это область. И вот после вздутия вот этого, вот этой части значит, закрывается практически механически останавливается кровотечения. В этом зонт в тяжелых случаях может стоять в двух сутках. Ну, мы поставили зонт, конечно, это временная остановка, временная помощь пациенту. Надо теперь лечить пациента, да, конечно, это мы значит, делаем эндоскопическое вмешательство. При эндоскопическом вмешательстве не только мы вот определяем, диагностируем, но и лечим. Значит, лечение осуществляется за счет склеротерапии можно делать, да, склеротерапия тоже имеет разные виды, это экстравазальная, паравазальная или же интравазальная склеротерапия, то есть склерозирование вот этих вен склерозантами. И самый широко используемый метод это легирование варикурно-расширенных вен. Вот такое состояние приводится в легирование вот этих вен, как осуществляется. вот и сейчас я вам покажу это видео легирование вен, варикозно-расширенные вены, вот кровотечение как идет, да, видите, стабильное кровотечение, бывают сильное бывает кровотечение. вот значит делается легирование вот этих вен, вот сделано легирование вот кровотечащей вот этой вены, сейчас вы увидите, вот здесь идет, да, вот остановка кровотечения, остановка кровотечения, и после определенного времени, вот полностью остановка кровотечения, Вот эти узлы, они остаются, потом постепенно они высыхают и отпадают. Вот состояние после легирования пищевода. Теперь открытые операции мы делаем, когда кровотечение не останавливается. Это широко используется до сих пор операция пациора. При этом делается гастротомия максимальной части желудка, прошиваются варикозно расширенные вены желудка и вот этими прошитыми нитями подтягиваются и дальше идет наверх. Максимально прошиваются вены пищевода. Можно сделать транссекцию пищевода по Уолкеру аппаратом или же ручным методом транссекцию пищевода. Также имеется операция Сигиура, при этом делается спленэктомия, транссекция пищевода, делается легирование артерий, вен пищевода и желудка, а также пиларопластика. И заканчивается операция пагатомии. Широкая, большая операция выполняется при данной патологии. Также имеется операция эзофагогастроэктомии различных авторов тоже. Ну вот портоковальные шунты делаются для декомпрессии портальной системы. Вот полное, тотальное портоковальное шунтирование. Это вот сегментарное или же парциальное, портоковальное шунтирование видов очень много. Каждый имеет свои показания, парциальное, тотальное, сегментарное, имеет свои показания и противопоказания. Следующий метод – это эндоваскулярные методы. Когда мы используем эндоваскулярный метод, не только с диагностикой эндоваскулярной, но и с лечебной целью. То есть вводится катетер в черенос пол, в селезеночную артерию и делается эмболизация хронической или острой эмболизации селезеночной артерии, селезенки, которые приводят к уменьшению притока, конечно, в селезенке. Естественно, чем мало крови идет к селезенке, тем мало оттуда выходит крови. То есть снижается объем крови в селезеночной вене и, соответственно, снижается портальная гипертриза. Транспеченочная портография с эмболизацией, с острой эмболизацией. То есть селезеночную артерию мы делаем хроническую эмболизацию, а вот в вене мы можем делать острую эмболизацию портоковальных анастомозов, расширенных портоковальных анастомозов. Следующий метод это трансвиргулярный порт системы шунтирования. Когда в интернете для селезенки делается селезенка, 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 селезенка и селезенка, селезенка и селезенка. Ну, вот тут шунтирование, да, и после шунтирования давление портальной системы снижается. Ну вот, я позволил себе взять анимационный фильм из интернета и сейчас я вам покажу. Фильм на английском языке, но он понятный. Посмотрите. Фильм на английском языке, селезенка и селезенка. Фильм на английском языке, селезенка и селезенка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...